Всем привет! Вы на канале GadgetMoney. Сегодня мы с вами поговорим о том, что вы немножко не понимаете. Про акцию Trade-In и покупку аксессуара. Две совместные акции, на которых вы можете сэкономить официально, без какого-либо обмана, при покупке телефона в магазинах МТС. Итак, я начинаю. Поехали! Выпустил я давечий ролик про покупку смартфона Samsung. В общем-то, работает акция до 29 числа. Я сейчас постараюсь вам максимально подробно разжевать, что, где и когда можно приобрести и нужно приобрести, если вы хотите себе годный смартфон по весьма привлекательной цене. Первое и основное преимущество. Надо покупать, во-первых, по ссылке в описании. Проходите, заходите на онлайн-магазин МТС. Есть вообще во всех городах России. Не знаю, как насчет Беларуси, этого, господи, Казахстана и других сопредельных нам стран. Поэтому точно говорю за Россию. Сразу оговорочка. Компания МТС, естественно, маскирует все подробные условия и докопаться до них очень-очень сложно. Все это можно найти, условно говоря, если вы постоянно мониторите скидки в интернете. Например, как это делаю я и многие мои, допустим, знакомые. Мы выбираем для начала смартфон. По акции вы можете приобрести от Galaxy S10 и до Galaxy Note 10+, по-моему, если не ошибаюсь. Ну, естественно, чем дороже товар, тем, соответственно, больше будет скидка. Говорят, что Galaxy Note 10+, по-моему, можно взять, условно говоря, там за 40 тысяч флагманское устройство, тоже применяя эти акции. Что нам нужно сделать? Пройти по ссылке в описании, выбрать смартфон. В нашем случае на примере будем Galaxy S10e. Выбрать его цвет, наличие в точках продаж вашего города. Дополнительно в этот же заказ выбрать аксессуар от 400 рублей и также добавить его в заказ. После этого в графе оплата выбрать оплата при получении, соответственно, в магазине. Сделать кнопку оформить заказ, вы получите указать данные, имя, хотите фамилию, обязательно действующий номер телефона. Вы сначала получите смс о том, что вы заказали, а потом подтверждение. Как правило, это приходит там утром с 10 до 12 дня приходит подтверждение, что ваш заказ готов к выдаче. Пожалуйста, приходите. И, как правило, в течение одного рабочего дня этот заказ у вас на броне. Сразу скажу конкретно, допустим, если вы покупаете Galaxy S10e, то на точке продажи в магазине сотрудника, точнее система, бронирует определенный, то есть они знают, что на той точке, допустим, три телефона таких лежит. И под ваш заказ бронируется конкретно имей. То есть за вами будет в течение суток закреплен конкретный телефон с определенным имейем. И также аксессуар. Но аксессуар как бы копеечный, его можно взять просто с полки, что и делают, в принципе, сотрудники. Далее. После того, как вы получаете смс-ку о готовности заказа, пройдя по ссылкам в описании, я укажу ссылки на эти акции. Про трейд-ин знают все, про рассрочку за аксессуар знают не все, но она существует. Постараюсь как бы указать ссылку для того, чтобы вы не переживали, в случае чего могли сотруднику, неумелому сотруднику компании МТС, просто показать на телефоне, вот, пожалуйста, дружище, это ваша же акция, пожалуйста, соблюдайте условия. Сразу хочу отметить, вы не нарушаете никаких законов, никого не обманываете, а просто пользуйтесь, условно говоря, двойной. А сейчас еще расскажу, как использовать тройную выгоду при покупке, в нашем случае, с телефона Samsung в магазине МТС. После того, как вы получили смс-ку, вы выбираете для себя удобное время визита в магазин. Я советую это делать с учетом то, что вам понадобится примерно от часа до двух, потому что бывают очереди, бывают сотрудники долго это дело печатают, то есть за 10 минут вот так вот купить у вас не получится, то есть это не пункт выдачи заказа, где у вас уже все оплачено и так далее. Вы приходите туда со своим старым устройством, если оно у вас отсутствует, вы можете его заранее приобрести на любой барахолке, на Авито, на Юле, где вам будет угодно. Список смартфонов, опять же, которые принимают к TradeIn указан по ссылкам в описании. Вы приходите туда, говорите свой номер заказа, вам говорят, окей, сейчас как бы давайте оформлять. Ты им сразу говоришь, то есть вы им сразу говорите, хочу участвовать в акции TradeIn, пожалуйста, вот телефон. Условия по телефону. Телефон должен быть с неразбитым экраном, скажем так, ну то есть он должен быть в рабочем состоянии. Но сотрудник магазина мне сказал, что в принципе, вроде как принимаются и сбитыми экранами. Главное, чтобы функционировали кнопки все. То есть если вы будете покупать телефон под эту акцию на Авито, обязательно смотрите, чтобы вам продали, во-первых, не фейк, а оригинал, если это iPhone или Samsung или какой-то другой бренд. Во вторую очередь, чтобы там работали кнопки, то есть был рабочий аппарат. Ни зарядное устройство, ни документы, ни коробки они не рассматривают. У меня было все. И чека покупки моего телефона, старого, который я воздавал в TradeIn, и коробка, и зарядка, и наушники, все. Даже как бы пленочка, на которую он клеится, на экран заводская. Им это ничего не нужно. Вы говорите, пожалуйста, номер заказа, они выносят вам телефон. Ты говоришь, я хочу участвовать в акции по TradeIn. Они говорят, окей, что у вас за телефон? Бывают два момента. Вы попадете на сотрудника, который беспрекословно вас понимает, то есть он опытный и в принципе очень быстро решает дальнейшую всю судьбу вашего нахождения в магазине. То есть быстро это пройдет или не быстро. Исключены какие-то провалы по одной простой причине. Либо отсутствие, то есть вы можете не получить свой смартфон, либо они просто закончатся у вас в городе, потому что таких умных, скажем так, все больше и больше появляется. Либо, да все, больше, не знаю, просто если вы не дойдете до магазина, скажем так. Но все доходят, все покупают, все хорошо. Не надо сомневаться. Я понимаю, что мы русские, мы во всем сомневаемся, что типа пахивает на любиловом и так далее. Нет, это все официально, повторюсь, десятый раз. Никакого обмана вы действуете согласно правилам магазина МТС. Обязательно только надо сделать именно вот онлайн заказ. Так вот, сотрудник оценивает, берет в руки телефон, осматривает его, говорит, что, ну, вбивает имей, то есть он проверяет имей, вбивает у себя на компьютере имей. Он покупает телефон не для себя, не для магазина МТС, он покупает для специализированных компаний, которые потом эти телефоны восстанавливают и продают на вторичном рынке. Поэтому во время оценки телефона они вбивают имей в программу этого самой компании, чтобы компания проверила перед тем, как дать добро, что она покупает этот телефон. Она говорит, окей, типа имей проходит, все хорошо, как бы, пожалуйста, сфотографируйте. Сотрудник фотографирует устройство для того, чтобы не смогли подменить, чтобы сами сотрудники, допустим, выгодно себе не выкупали. Потому что, ладно, люди приносят какой-нибудь J1 или Samsung какой-нибудь старый пятилетней давности, который тоже, кстати, участвует в программе Trade-In, но бывают люди, которые приносят действующие нормальные телефоны, iPhone 8, iPhone X, iPhone XR. То есть, и чтобы избежать, что сотрудник себе за двадцаточку iPhone X как бы не выкупил, они фотографируют устройство с обоих сторон, чтобы было сверка имей и так далее. Официально, посмотрите, если у вас телефон, который вы покупали в магазине, вам бояться нечего. Но если вы будете покупать на Авито, обязательно проверьте на оригинальность устройства. То есть, вы не должны попасться, купив Samsung Galaxy S7, допустим, за 1000 рублей. А на самом деле, это очень качественная подделка, потому что там это поймут. И, естественно, этот телефон в Trade-In не примут. Он оценивает, фотографирует, называет стоимость. Как правило, стоимость, которую вы, скажем так, получаете на сайте при оформлении заказа, она приблизительная и практически всегда не равняется той сумме, которую предложит сотрудник вам в магазине. Насколько разница? Ну, не знаю. Мне кажется, от 10 до 30, может быть, 40 процентов. Но, как правило, процентов 20, то есть, если мне сказали, что мне на сайте написано, что мне Galaxy S6 должны были дать 3100 рублей, по факту я получил 2080 рублей. Сколько это процентов? Считайте сами. Но получил. Сотрудник говорит, мы, допустим, за ваш телефон даем вам 2000 рублей. Ты такой, окей, как бы не вопрос. И к этим 2000 рублей прибавляется 10 тысяч субсидирования от компании Samsung. Это не кто-то вам дарит. Эта компания Samsung в последующем по концу квартала месяца, не знаю, она выплатит эти 10 тысяч рублей компании МТС, как, допустим, официальному реселлеру смартфонов компании Samsung. Или какая-то дотация на закуп будет, или еще что-то. Это не ваши проблемы. То есть, к вашим 2000 рублей за телефон добавляется 10. Я надеюсь, этот момент вам понятен. То есть, итого, по трейдину вы получаете 12 тысяч рублей на примере того, что я вам сказал. Если у вас другой телефон, соответственно, там другая будет сумма. Но точно 10 тысяч. Иногда телефоны оценивают в 500 рублей, если это совсем старый телефон. Иногда телефоны оценивают в 5000 рублей, иногда в 3, иногда в 10 даже. Но, как правило, не стоит рассчитывать на большую сумму. Самое главное это десятка субсидированная. И покупая телефон на Авито, вы должны понимать, чем дороже вы купите, тем меньше будет для вас потом выгода. Если у вас в семье или в доме есть телефоны, которые подходят под акцию, то вам не надо ничего покупать, вы просто несете эти телефоны и применяется дополнительная скидка. Дальше. Совсем непонятный для людей аспект, касающийся покупки аксессуара. До 29 октября, как я понимаю, включительно. Есть официальная ссылка в описании, на самом сайте Samsung, что при покупке определенных моделей, раз мы рассматриваем сейчас Galaxy S10e, при покупке аксессуара дополнительная скидка в размере 10 тысяч рублей. Дополнительная скидка при Galaxy S10 12 тысяч рублей и дополнительная скидка 15 тысяч рублей, если вы покупаете Galaxy S10+. В нашем случае мы покупаем самую младшую модель, потому что поэтому скидка 10 тысяч рублей. Очень далеко закопана информация, какая же сумма должна быть, ну, какая сумма аксессуара. Этим пользуются не совсем нерадивые сотрудники, которые хотят использовать свой, выработать свой план, потому что, как и в любой компании, им ставят планы. Они должны зарабатывать для компании деньги, поэтому они стараются нагнать пуху людям, которые вообще нубы в технике, вот, давайте там активируем вам телефон за 3 тысячи рублей, давайте вам скачаем программы на еще 6 тысяч рублей и, в общем, должен быть, по-моему, только аксессуар, но я не знаю, участвует ли именно услуга, но не суть. Вы не должны об этом вообще думать, вот конкретно для этого телефона аксессуар должен быть стоимостью свыше 400 рублей. Как правило, под эту акцию подходят, там у них на сайте, очень интересно, сразу цены падают до 399 рублей и сложно найти аксессуар за 449 рублей. В моем случае я нашел, допустим, кабель AUX 3.5 на 3.5. То есть, я его добавил в корзину и в заказе он вместе лежит, вместе с коробкой с телефоном. ты им говоришь, они, допустим, тебе оценили телефон, все, и дальше ты им говоришь, помимо этой акции, я хочу участвовать в акции, во вашей же акции, скидка за покупку аксессуара. Аксессуар у меня в заказе есть? Есть. Пожалуйста, примените скидку. Они могут вам сказать, на эта скидка не действует, так далее и тому подобное. Полное собачье дерьмо, все действует, все работает. Либо показывайте смартфон, открыв ссылку, которую найдете в описании, либо тут же при них звоните на горячую линию компании МТС 8800, не помню номер, но найти в интернете изи за 3 минуты. Как бы, звонок с любой точки России, с любого мобильного телефона бесплатно. И там вы просто говорите, сотрудник не хочет мне отдавать по акции аксессуар, как бы, плюс десятку по скидке. И этот вопрос решается на просто раз-два. Это не я придумал, это говорит практика людей, которые эти смартфоны вот таким вот образом уже покупают в течение, к примеру, недели последнего. Далее, ну, сотрудник говорит, окей, а давайте вот мы вам пленочку купим, а давайте страховочку оформим, а давайте там симочку купим. Вы вежливо от всего отказываетесь. Они составляют договор сначала купли-продажи. Купли-продажи вашего старого телефона, это будет двойной экземпляр, два бланка договора, где будут прописаны ваши данные, не забудьте взять с собой паспорт, но вас об этом попросят в смс-ке в подтверждении заказа, которую вы получите, условно говоря, там с утра. Так вот, вы составляете договор, передаете, сразу стираете или заранее стерли все там свои данные, обнуляете телефон к заводским настройкам, отдаете телефон, расписываетесь в договоре, все, скидка по трейдину применяется, далее применяется скидка за аксессуар, и вам говорят, ну, допустим, к оплате там, как у меня, 24 340 рублей. Тут два момента. Либо вы оплачиваете налом, безналом, либо вы просите, давайте оформим рассрочку. Если, так это как раз таки тройная выгода, если вы оформляете в рассрочку, не стоит бояться слова рассрочка, почему, потому что я сейчас объясню. Если вы оформляете рассрочку, то банк получает от магазина процент с продажи. Это являются теми процентами, то есть магазин платит за вас проценты банку. И в итоговом чеке при подтвержденной рассрочке, при разрешенной для вас рассрочке, то есть если банк разрешает вам рассрочку, соответственно, появляется сумма скидки на те проценты, потому что она же беспроцентная, 0024, 0048, чем больше месяцев, в основном берут 0024. Тем самым вы снижаете итоговую стоимость. Вы оформляете, вы просите оформить рассрочку, если для вас это выгодно, если вы знаете, что вам рассрочку дадут. Скорее всего, дают практически всем, ну, с более-менее нормальной кредитной историей. Какой банк выдает рассрочку? Есть два момента. Либо это МТС банк, при первичном обращении, сначала они, если они оформляют первый раз рассрочку, они заявку подают в свой банк, потому что им выгодно прогнать деньги через свой банк. У компании МТС есть свой банк. и они предоставляют рассрочку с помощью этого банка. Они оформляют быстро, быстро, ну, относительно быстро анкету в течение 15-20 минут. Сразу же в течение минуты вам говорят ответ, дали вам рассрочку или нет на остаток суммы на вот эти 24 тысячи, там, 340 рублей. Вы подписываете договор рассрочки, получаете, расплачиваете, соответственно, там, без первого взноса вообще, то есть, вам денег не надо, да, если 0024, то есть, вы получаете свой смартфон, договор купли-продажи старого смартфона и договор о рассрочке. Небольшое обновление, ну, немножко такие, скажем так, не очень новости, но все равно выгодно. Вроде как, по последним данным, по тем документам, которые сейчас есть, по тем гайдам, которые дает сама компания МТС, аксессуар для покупки Galaxy S10 и дополнительный товар надо купить на сумму 1000 рублей, то есть, как бы, 400 вроде как не прокатывает. Но тут такой нюанс, надо звонить на службу поддержки, на горячую линию и спрашивать, на какую сумму. Ну, будьте готовы к тому, что на 1000 рублей. Поэтому, все равно, в любом случае, 9000 выгодны. Ну, камон, друзья, как бы, почему нет? Это дополнительно 9000 рублей. То есть, вы тем самым нивелируйте рассрочкой, нивелируйте вот эту покупку этого аксессуара. То есть, если это подтверждено будет, то сейчас, до 29 числа, для покупки Galaxy S10e и дополнительной скидки за покупку аксессуара, аксессуар надо приобрести на сумму 1000 рублей. Идете, благословясь домой, радуетесь новой покупке. Не забудьте на Алиэкспресс или там же где-нибудь в магазине по акции заказать чехол, пленку, стекло для того, чтобы обезопасить свое устройство при дальнейшем использовании. И все, проходит ровно сутки. Ну, может быть, полтора-два дня, без разницы. То есть, ну, как правило, должно пройти не менее одного дня. Вы звоните по номеру телефона, который указан в договоре на горячей линии банка. Предположим, что это будет МТС банк. И говорите, здравствуйте, я хочу узнать сумму, какую мне необходимо погасить. Я хочу погасить полностью рассрочку. То есть, ну, сегодня пойти и погасить. И тут важный нюанс. Немножко откатываемся назад. При оформлении рассрочки, естественно, любой банк будет вам навязывать страховку, смс-информирование и так далее. Если от страховки, скорее всего, получится отказаться, от смс-информирования, которое в месяц, там, 60, 120, 150 рублей стоит, не получится отказаться. Скорее всего, не получится. То есть, ну, это небольшая сумма, за счетом тех процентов, что вы выиграете на рассрочке, это просто копейки. Как бы, соглашайтесь на смс-информирование, соглашайтесь. У некоторых индивидуумов получается, либо у них идеальная кредитная история, в общем, банк дает вообще без каких-либо дополнительных условий. То есть, при оформлении рассрочки попросите, пожалуйста, сотрудника не оформлять вам дополнительно страховку жизни, потери работы, потому что это просто, ну, это дополнительный процент и дополнительная, как бы, финансовая нагрузка. Вам этого не надо, потому что вы планируете загасить рассрочку на следующий рабочий день, там, или через день. Так вот, откатываемся опять к той ситуации, что вы позвонили в банк, сказали, здравствуйте, и уточните, кстати, уточните, можете ли вы, подписывая договор рассрочки конкретно с тем банком, с которым вам разрешили этот самый кредит, то есть, эту самую рассрочку, и есть ли возможность досрочного погашения. Обязательно она должна быть указана в договоре, который вы подписываете. Только поэтому вы сможете через день ее погасить. Как правило, ну, есть, но обязательно уточните, чтобы вы не попали, условно, в ситуацию, которая, как бы, ну, не будет, будет как-то неблагоприятно, как, ну, на вас отражаться, опять же, финансово. Так вот, после того, как вы позвонили через день в банк, узнали точную сумму к оплате, скорее всего, у вас возьмут за месяц за смс-информирование, и возьмут за один день использования деньгами. Ну, это тоже маленькая сумма, ну, пускай будет еще 200 рублей, как бы. Но, в рассрочке вы сэкономите от 10, иногда до 30%, в зависимости от банка. Ну, как правило, это золотая середина, 15, 20, 22%. Вы идете в ближайший пункт МТС и гасите этот полный кредит. У вас же есть кэш, как бы, там, из карты, или переводите с карты, как бы. Все. Если вы оформляете через рассрочку, вы дополняете, получаете дополнительную третью выгоду, то есть, уже тройная, получается, выгода. Если же вы стоите на моменте, что вы не хотите, или вам не дадут, вы знаете, что вам не дадут, как бы, не дадут рассрочку, то при оплате лучше всего платить безналом. То есть, у вас должна быть карта, там, не знаю, Райфайзенбанка, Сбербанка, Тинькоффбанка. У любых этих банков есть своя система бонусов. В Сбере вы получите, в Сбербанк, спасибо, как бы. В любом случае, оплачивая по карте, вы получите дополнительные, какие-то виртуальные плюшки, в виде баллов или каких-то настоящих денег. Но в любом случае, не забудьте расплатиться картой. Лучше расплатиться картой, у вас будет подтверждение, чек и так далее, как бы, что вы приобрели, это все. Ну и так-то будет чек, в принципе. Но в любом случае, через заплата, через карту, это дополнительные преимущества. Вот, в принципе, и все. Я максимально подробно разжевал вам ситуацию, как приобрести именно до 29-го числа. Не надо тянуть. Завтра понедельник, 28-го число. У вас два дня на поиск телефона, если у вас нет на Авито. И, соответственно, как бы, если есть телефон, то два дня на поход забронировать. Главное, чтобы у вас эти телефоны были. Я, ну, считаю, что такой информацией невозможно поделиться. Распространяйте данное видео своим знакомым друзьям. Желательно только перед этим оформить заказ, чтобы телефонов хватило. Я говорю, в моем городе было всего два цвета. Это черный и желтый. То есть, черный легче потом продать. Желтый, если бы для себя брал вообще на постоянное пользование. Но я телефоны меняю там раз в два месяца, раз в месяц, раз в три месяца. Я бы себе брал желтый. То есть, мне очень нравится желтый цвет, как бы, но с целью последующей какой-то реализации, что проще продать телефон, потому что люди у нас, как бы, ну, желтый, не, нифига, я, типа, брутальный мужчина, там 40 лет, где желтый цвет, типа, не в кассу. Какая разница, в чехле все равно, а так желтый, ну, вся жизнь и так серая. Поэтому бегом по ссылкам в описании, читайте, не читайте, в любом случае, вы правы. Рассрочка по трейдину, ой, скидка по трейдину, 10 плюс стоимость сдаваемого гаджета и стоимость, скидка по аксессуару, стоимость аксессуара и 10 тысяч рублей. То есть, условно говоря, 9,5 тысяч рублей, если вы возьмете аксессуар за 500 рублей. Как-то так. Бегом по ссылкам в описании, бронируйте телефоны у себя в городе, оформляйте, пользуйтесь и, как говорится, ставьте лайк, пишите комментарии, получилось, не получилось. Если не получилось, звоните на прямую горячую линию компании МТС. Совсем скоро увидимся. Спасибо за просмотр. Пиши комментарии Дональда, если досмотрели до этого момента. У меня есть, что вам еще рассказать. Совсем скоро увидимся. 15 раз сказал. Ну, всего доброго. Пока-пока. Лайкушку там позвал. Лайкушку, дизлайк, без разницы. Любая активность, это офигенно, как классно для любого автора. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok